Субтитры делал DimaTorzok Как не трудно жить с этим чувством, которое у нас выросло внутри нас, и бороться с ним, мы должны это сделать, иначе наша жизнь успеет. Он скользнет из наших рук, и мы останемся лишь зрителями той истории, в которой мы будет исполнитель главной роли. Когда речь идет о борьбе со страхами, я почему-то в последнее время всегда думаю о Санкаре Эфи. Это человек, который всю свою жизнь провел в страхе. Когда он был молод, он боялся, что Наре не полюбит его, но когда он позже нашел ее снова, он боялся потерять ее и не суметь защитить ее, теперь он чувствует все это одновременно. Санджар сейчас в затруднительном положении. По прошествии многих лет Наре простила его и согласилась выйти за него замуж, вся ее семья с ним, но ему все еще не по себе, часть его склонна снова погружаться во тьму. Честно говоря, я не ждал, когда он начнет входить в такое настроение. Теперь я немного знаю Санкара. Слишком много положительных эмоций может негативно повлиять на организм мужчины, и это уже началось. То, что Сахара рассказала о Наре, шокировало еще больше. Внутри него было посеяно великое семя страха, что, если Наре действительно его не простит? Что, если однажды у меня так много друзей? Если он развернется и захочет пойти снова. Могу поклясться, что Санджар тоже борется с этими вопросами в уголке своей души, потому что Санджар, в силу своей личности, имеет проблему не видеть себя достойным счастья и не умеющий любить себя. По этой причине он носит во всей своей душе страх, что наступит день, когда Наре уйдет. Честно говоря, какое-то время у меня были сомнения. Я не мог не задаться вопросом, отступит ли Наре в какой-то момент, когда ей придется столкнуться со всем. Тогда я понял, что этого никогда не произойдет, потому что сделать такое было бы равносильно порезанию Санкара бритвой. Однако Наре этого не сделает, она никому не причинит вреда, особенно Санкару, никогда. Поэтому, даже если ему будет больно и грустно, он с этого момента не отвернется от любимого человека. Нам нужно объяснить это и Санкару, но он из тех, кто учится на практике, а не на теории. У него нет другого выбора, кроме как жить и видеть. Пока Санджар боролся с этими чувствами, казалось, что он время от времени снова будет заключать себя в тюрьму этой тьмы. Глубокий взгляд его глаз и беспокойство, когда он смотрел на Наре, были очевидны, но, конечно, они не остались там. Сострадательная речь Наре о прощении, Мелек, ее мать и семья на этот раз не хотят ее отпускать. Несмотря на то, что Санджар хочет исчезнуть, его близкие не оставят его в покое. Он больше не одинокая и разрушенная легенда прошлого. Он сильный человек, добившийся власти благодаря своим близким, как и его возлюбленная Наре. Алла Касси Эфи, Наре Санкара Думаю, многих уже давно интересует вопрос, где спрятана ее сила. С его ненавязчивым характером и сердцем, которое охватывает всех, он, пожалуй, лучший в этой истории, наряду с ковруком. Он прощает, обнимает, обнимает, бросает его. Вместо того, чтобы сжечь кого-то другого, он говорит, дай мне сгореть. В каком-то смысле он провел так всю свою жизнь. На самом деле, мы говорим о женщине, которая осуждает себя даже за убийство Аквина. Если так обстоит дело со злом, они могут быть еще более сострадательными к тем, кто, по их мнению, несет в себе добро. Я думаю, ему следует принять все, через что он прошел за столько лет, но я тоже не знаю, произойдет ли это именно так. После многих лет мучений в аду Наре теперь очень близка к счастью. Я должен сделать вам признание. Знаешь, что делает меня самым счастливым с тех пор, как Наре и Санджар встретились? Отношения Халиси и Наре Наре воссоединилась со своим любимым человеком, у него есть друзья, есть сестры, которых он называет своей сестрой, но матери у него нет. Он чувствует ее отсутствие. Когда Халиси обнимает ее в эти крошечные моменты или говорит, давай, леди. Невозможно не увидеть блеск в глазах Наре, когда она говорит это. Подобно тому, как многолетнее одиночество Санджары закончилось с приходом его возлюбленной, и любовь усилилась по мере того, как он делился, то же самое можно сказать и о Наре. Халиси, он видит Наре, понимает ее и хочет компенсировать ее недостатки. Просьбы о девушке, обещания, помолвка и другие важны для каждой молодой женщины, но для Наре их значение иное, более особенное. Пока Санджар боролся с кошмарами внутри себя, он поставил Наре в центр своей жизни. Его счастье, исполнение его желаний и отсутствие беспокойства имеют жизненно важное значение. Хотя идея попросить девушку поначалу показалась ей абсурдной, Фериди сказала, это нормально. При этих словах в его голове зажглись огни. Если бы это было нормально, даже если бы это был яд, его бы выпили, потому что Наре хочет быть нормальной. Чего Санджар не понимает, так это того, что для него эти моменты были лучше, чем для Наре. По мере того, как его счастливые воспоминания о любимом человеке усиливаются, он выходит на свет и становится лучше. «Если ты уйдешь, я буду очень плохим человеком», — он сказал. Наре осталась одна, она на пути к тому, чтобы стать лучше по-своему, но, конечно, есть те, кто хочет помешать ей с этого пути. Самая большая опасность шаг за шагом исходит от старого друга, Гедиза. Честно говоря, я был немного удивлен, почему Санджар так отреагировал на Гедиза. Сначала я подумал, что это ревность. Ведь Наре теперь его невеста, я сказала, что он сам в этом видит, но нет, не все так просто. В последние недели я говорил, что Гедиз очень опасен для Санджара, потому что он знает все свои слабости. Разве то же самое не может быть справедливо и для Санкара? Санджар очень хорошо знает Гедиза. Он был свидетелем того, как он причинял вред самым близким, когда злился. На мой взгляд, самая важная причина, помимо его ревности, в том, что он не хочет, чтобы Наре причинили вред. Ядовитые стрелы Гедиза, возможно, пока и не вернулись в Наре, но трудно предсказать, куда его заведет нестабильное настроение. Гедизу я говорю, никогда. Я не могу использовать это слово. Я думаю, именно этого Санджар действительно боится. Как я говорил в начале статьи, у него также есть страх, что он не сможет защитить своих близких. Я не ожидаю, что этот парень будет вести себя нормально, когда вокруг ходит шагающая граната, такая как Гедиз. Мог ли метод быть другим? Да, могло быть, но это Санджар, он легко может выйти из-под контроля, когда дело касается дорогих ему людей. На этом наше видео «Дочь посла» закончилось. Не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся в следующих видео, пока! Субтитры создавал DimaTorzok